Добрый вечер! Сегодня хочу прочитать вам сказку «Такое дерево». Мы ее уже вам читали, но она мне очень нравится, поэтому я сегодня хочу повторить ее для вас. Раньше всех в лесу просыпались птицы. Они пели, раскачиваясь на ветви, а медвежонку казалось, будто сами деревья машут ветвями и поют. — Я тоже буду деревом! — сказал сам себе медвежонок. И вышел однажды на рассвете на полянку и стал махать четырьмя лапами и петь. — Что ты делаешь, медвежонок? — спросила у него белка. — А ты разве не видишь? — увиделся медвежонок. — Раскачиваю ветвями и пою. — Ты разве дерево? — удивилась белка. — Конечно. — А что же еще? А почему ты бегаешь по всей поляне? Разве ты когда-нибудь видел, чтобы деревья бегали? — Это смотря какое дерево, — сказал медвежонок, заглядывая свои мохнатые лапы. — А дерево с такими лапами, как у меня, вроде может бегать. — А кувыркаться такое дерево тоже может? — И кувыркаться, — сказал медвежонок. И перевернулся через голову. — А потом, если ты не веришь, ты можешь побегать по мне, белка, и видишь, я хорошее дерево. — А где твои птицы? — спросила белка. — Это какие еще птицы? — Ну, на каждом дереве живут птицы. Медвежонок перестал махать лапами и задумался. — Птицы, а где же я их возьму? — Белка, — сказал он, — найди для меня, пожалуйста, немного птиц. — Это какая же птица согласится жить на медвежонке? — спросила белка. — А ты не говори им, что я медвежонок. Скажи им, что я такое дерево. — Попробую, — пообещала белка и обратилась к зяблику. — Зяблик, — сказала она, — у меня есть одно знакомое дерево, но оно умеет бегать и кувыркаться через голову. Не согласились ли вы немного пожить на нем? — С удовольствием, — сказал зяблик. — А еще никогда не жил на таком дереве. Медвежонок позвала белка. — Иди сюда, перестань махать лапами. Вот, зяблик согласен немного пожить на тебе. Медвежонок подбежал к краю поляны, зажмурился, а зяблик сел ему на плечо. — Теперь я настоящее дерево, — подумал медвежонок и перевернулся через голову. — Улю-лю-лю-лю-лю-лю, — запел зяблик. — Улю-лю-лю-лю-лю, — запел медвежонок и замахал лапами. — Спасибо за внимание. Спокойной ночи.